Привет, друзья мои! Как? Сашкуру? Пью чай. Я Светлана Та. Урачусь, как ребёнок. Новым годом здесь не пахнет. Вот такая у меня ёлочка. У меня Ерушан. С Новым годом! Кирилл Скутосу! Спасибо, что вы были с нами. Всем привет, мои хорошие. Выйду с вами на балкон. Погода в Мерсине изменилась. Похолодало. Ночью в 6 утра, в полшестого где-то, была гроза, гром, молния. Я так испугалась. Я вообще очень боюсь. Молнию больше всего. Всех на свете боюсь. Не боюсь я ничего. Я боюсь только смерти. Ну вот, грозу, молнию боюсь. Боюсь, стыда признаться. Но, к сожалению, это так. Так, ситуация какая у нас. С утра было солнце, потом опять пошёл дождик. Вчера был базар. И сегодня на второй день так принято, что все раскладывают свои вещи и продают. Видите, какая ситуация. А вот и я, мои лапуни лапатуру. Когда я себе привожу в порядок, у меня такое настроение хорошее. Кстати, это, знаете, какая помада я нанесла? Гигиеническая помада. От Евроше. Такой цвет. Хочу вам похвастаться. Сегодня я использовала свой фет, который подарил мне Ашко. И вот эти вот волны, такие как волны, да, у меня такой объём. У меня нужно посмотреть. Это всё благодаря вот этой насадке для волны. Кудри. И так мне понравилось. Вот. Я просто накрутила, а потом вот так вот просто сделала и всё. Очень хороший фет. Очень довольна. Сейчас волосики отрастут и будет более красивее. Тут я еле-еле их находила. Закручивала мои лапулечки. У меня появилось новое занятие. Я же такая непредсказуемая. Ну, сейчас мы отправляемся от Сашкового магазина. Я вам расскажу о нём подробнее, чем я опять решила заняться. Сейчас кормлю его. Он покушает. Я тоже на правильном питании отварила себе грудку. Сейчас пойду пообедаю и мы пойдём с ним в канцелярский магазин. А вы теперь думайте, о чём я хочу вам сообщить. Вот та экигеническая помада. Ну, посмотрите, какого цвета морковного. И цвет даёт и губки увлажняет. Видите, я уже не вижу. Бровки я крашу этим. Так, ещё что вам показать? Сыворотку применяю. Крема мои. Сейчас покажу, какие средства для волос я купила новые. Так, девочки, мальчики. У меня очень много косметики по уходу за кожей, за лицом, за волосами. Очень много масок я вам показывала. Вот мои насадки. Вот эту насадку я использовала. Эту я объём делаю. Эту не нравится мне. Объём делает, и волосы в разные стороны торчат. Ну, чтобы волосы в разные стороны не торчали, я купила вот такое средство. Я купила вот такое средство немецкое. Оно кончики как склеивает, и они не распушевываются. Это надо... Сначала я наношу, смотрите, и купила также... Да, купила два средства. Купила вот такой вот спрей. Кондиционер. Хорошо расчёсывается. Ну, теперь надо его, естественно, помешать, а потом уже спрыскивать. После этого я вот это вот ивруше. Оно от термозащиты хорошо расчёсывается. Очень как масляная основа. Одну-две капельки делаю. И потом только на кончике вот это средство. В общем, столько я по уходу. У меня закончились пенка. Была у меня вот эта пенка, я ещё привозила с Грузии. Она уже не годится. И вот я очень довольна вот этим средством. Надо себе такую ещё заказать. ТАФТ, кажется. Или какая марка, не знаю. А-а-а, Ашли, Ашли. В общем, выбрасываю уже. И вот я, мои хорошие, вы только что пришли, Сашка, и вам с магазина, с канцелярского. И я сейчас вам расскажу, что сколько стоит. Канцелярские магазины в Турции, качественные, где продаются качественные товары, очень дорогие. Вот мы сейчас на всё это потратили. Сейчас скажу вам, сколько. 231 лир. 231 лир. Я покажу вам, что сейчас мы купили. Я купила вот такой вот кусок бумаги. Лист бумаги. А для чего, я расскажу вам попозже. Также я купила вот такие вот бумажки, листы. Это Батман. Ну, купила также простые, чтобы рисовать там что-нибудь. Зелёные свечи. Зелёные свечи, они к деньгам. Поэтому рекомендую покупать их. Не знаю, сколько они стоят, кстати. Всё, сейчас посмотрю. Всё, посмотрю и скажу. Так. Купила я такие краски себе. Светлана полетела. Так, это, кстати, игра. Мы будем с Сашкой вам играть сейчас. Фломастеры 18 лир стоят эти. Эти карандаши я взяла 25. Я аж иду в школу, вы понимаете? Взяла такой себе фломастер ещё. Клей. Вот такие бумажечки. Купила две кисточки. Фломастеридент. И такие липучие бумажки взяла для себя. Сейчас посмотрим, что сколько стоит. Я даже не знаю, как они называются. Краски. Давайте посмотрим, вместе с вами выучим. Как по-турецки будут краски. Сейчас мы определим. Сулубоя. Сулубоя. Вот тут краски по-турецки. Следующие фломастеры. Кечели колем. Вот надо мне научиться этому. Кечели колем. Так. Карандаши. Курубоя. А, карандаши. Курубоя. Сухая краска. А краски. Сулубоя. Понятно. Так. Что здесь ещё дорого? Мумлары. Сколько стоит? Нифига себе. Вот эти вот. Девять штук. Девять штук. Вот этих. Стоит сорок лир. Вы представляете? Если бы мой муж знал. Сорок лир. Он-то всё заплатил. Дурел, правда. Вот это сорок лир. Страшно даже испортить их. Но это действительно очень дорого. А эти простые по четырнадцать пятьдесят. Это четырнадцать пятьдесят. Это что значит? Очень дорого. Наверное, вот одна двенадцать лир стоит. Кстати, ага, вот это вот стоит для двенадцать лир. Двенадцать лир стоит. Так, дальше пошли. Вот это стоит шестнадцать сорок пять. И маленькая восемь. Так. И вот этот большой лист десять лир стоит. Ну, ничего, слава богу. В общем, вот такие вот цены. Китапсани. Вот. Вы видите? Двести тридцать один. Ну, а сейчас я расскажу вам, почему и для чего я это всё купила. Друзья мои, я буду делать карту желаний. И научилась я, узнала об этой карте желаний у очень известных, популярных миллионеров, за кинозвёзд голливудских и также наших российских. От Натальи мне моя подружка рассказала, что будет тоже делать карту желаний, что она из себя представляет. Но полную информацию я нашла в Ютубе. Если вы хотите узнать, что такое карта желаний, то, пожалуйста, зайдите на Ютуб, наберите карта желаний, и вы найдёте очень много видео на эту тему. Вот я вчера посмотрела несколько тем, несколько видео, и решила сделать, приготовить карту желаний. Эту карту желаний нельзя никому показывать. Я сейчас разрисую. Здесь шесть зон, семь зон. Значит, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять зон. Я, значит, должна квадрат себе такой сделать, выреза, отрезать. И на этом квартрате разрисовать все зоны в определённый цвет. Всего вы научитесь, если посмотрите эту информацию. Напишу список желаний, оно мне давно готово, в утвердительной форме. Афирмации нужно писать. Афирмации буду писать на вот этих бумажечках, клеить. А также нужны красивые, яркие какие-то обложки, ваша мечта. Ну вот я сейчас на билет покажу вам кое-что, что бы я хотела. Ну вот, если это касается зоны путешествий, вот я нашла, что у меня было цветы. Обязательно надо много цветов. Я хочу, чтобы у меня тело было такое же красивое, фитнес буду заниматься. Поэтому я, например, хочу такую посуду, да, и так далее. Я хочу, например, такую кухню. И всё это буду клеить туда. Но вы почитайте всё подробнее, как и что. У меня, что было, журналы, я пока буду готовить. Это за один день никак физически нельзя сделать. Сейчас нужно подготавливать, разукрашивать красками. Волосы у меня, кстати, хорошо. Ну и самое интересное, нельзя показывать, кроме домочадцев. Естественно, я вам не покажу свою карту, а то мне не испортится. И желание исполняется в течение от года до трёх лет. Ну и что будем ждать? Я-то и так исполнилась желание без карты. Я просто написала список, но мне через три года исполнились. Я же вам показывала недавно. А сейчас вот именно 27 или 28 февраля на Волунии нужно именно её делать на второй неделе. Там есть, начинать со второго дня до конца. И очень интересная тема. Может, я с вами поболтаю когда-нибудь на эту тему. Пока ещё изучить мне надо её, чтобы было что-то вам рассказать и с вами поделиться. Ну что, пошла я сейчас заниматься краской, окрашиванием. И, естественно, показывать её нельзя, эту карту. Пока показала в каком процессе начальном. Но я уверена, что она поможет мне так же, как и многим миллионерам, многим удавшимся успешным людям. Всё. Я просто в этом уверена. И уверена, что если вы захотите, у вас тоже получится. Научитесь на ютубе, как делать её.